Автомат, штурмовая винтовка, застава М-64, М-70, М-77, М-92. В 1960-х годах в Социалистической Федеративной Республике Югославии по лицензии был налажен выпуск точной копии советского 7,62-мм автомата Калашникова, принятого на вооружение Югославской армии под обозначением М-64. Однако конструкторами известного производителя оружия заводи Крвена-Застава, город Крагуевоц, Сербия, был предложен слегка модернизированный вариант автомата. Новая модель автомата с обозначением М-64А, в отличие от советского АК, получила новые прицельные приспособления, ортопедическую пистолетную рукоятку управления огнем с выемками под пальцы, более широкий фиксированный приклад с измененным углом наклона и цевьё с тремя прорезями вместо двух УАК. Самое главное усовершенствование было связано с возможностью автомата застава М-64 овести стрельбу винтовочными гранатами посредством холостого выстрела. С этой целью на газоотводе югославского автомата был установлен механизм, перекрывающий доступ газов к поршню, рычаг которого одновременно являлся и прицелом для стрельбы винтовочными гранатами. Вместо съемного компенсатора устанавливалась специальная насадка для отстрела гранат. Стрельба винтовочными гранатами производилась с насадки, устанавливаемой на ствол, с помощью специального холостого патрона. Кроме автомата М-64А был предложен и вариант М-64Б, отличающийся только складывающимся вниз-вперед металлическим прикладом. Однако автоматы застава М-64А и М-64Б на вооружение армии Югославии приняты не были, но послужили базой для создания новых модификаций серии М-70. В 1970 году были предложены модели М-70 с фиксированным прикладом и М-70 со складным прикладом, отличавшиеся от серии М-64 новой пластмассовой пистолетной рукояткой, прицельными приспособлениями, аналогично используемым в советском АК, а также незначительными внутренними изменениями. После ряда конструкторских усовершенствований с моделями серии М-70 на вооружение армии Югославии были приняты автоматы с обозначением М-70Б1 с фиксированным прикладом и М-70АБ2 со складным прикладом калибра 7,62х39 мм. В новых автоматах ствольная коробка, в отличие от предыдущих версий, изготавливалась методом штамповки, оставлена возможность отстрела с насадки винтовочных гранат, а также предусмотрена установка оптических и ночных прицелов на крепление с левой стороны ствольной коробки. Специально для гражданского рынка оружия была создана модель застава М-70 без возможности ведения автоматической стрельбы. В 1977 году на базе автомата застава М-70 для продажи на экспорт были разработаны модели М-77Б1 с фиксированным прикладом и М-77АБ1 со складным прикладом. Но под патрон калибра 7,62х51 мм НАТО и отличавшийся от базовых версий удлиненным стволом, измененным магазином и компенсатором. Кроме того, в начале 1990-х годов на основе югославского автомата семейства застава М-70 и советского АК-74 был создан укороченный автомат застава М-92 калибра 7,62х39 мм со складным вниз-вперед прикладом. По конструкции, с точки зрения всех механизмов автомата семейства застава являются точной копией автомата Калашникова с газовым двигателем автоматики, магазинным питанием и воздушным охлаждением ствола с возможностью ведения одиночного и автоматического видов стрельбы. Автоматы семейства застава М-70 использовались вооруженными силами Афганистана, Ирака, Боснии и Герцеговины, Кипра, Косово, Черногории, Македонии, Сербии и Словении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Афганистан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова